В Магадане проблема собак остается актуальной. Этот вопрос даже стал одним из главных на заседании общественной палаты. Мнения о меньших наших друзьях зачастую разделяются. Вечерний Магадан решил выяснить, что о беспризорных животных думают эксперты. Резко отрицательные, резко негативные отношения к этому. Потому что от бездомных животных очень много проблем. Это опасность для людей, потому что они кусаются и, как правило, распространяют всякие инфекции, потому что питаются они в основном на помойках. Они сбиваются в большие стаи. То есть людям ходить страшно. Да и в принципе животным нечего делать на улице. Это все халатность людей. Для того, чтобы беспризорных животных не было на улицах Магадана, нужно не выбрасывать питомцев на улице, отмечают эксперты. Самое главное это эмоциональное состояние собаки, потому что от этого тоже очень много зависит. То есть психосоматику мы никуда не убираем. Счастливый владелец добрый, счастливая добрая собака и здоровая в то же время собака. Поэтому самое главное позитивное отношение. Специалисты утверждают, что собаки бывают разные. Соответственно, характеры животных тоже отличаются. Это зависит от породы. Если это какие-то мелкие породы, у которых заложен изначально генетически спокойный характер, то достаточно к животному просто так, по-человечески относиться. То есть чтобы он видел хорошее отношение к себе. Если это какие-то крупные бойцовские, агрессивные породы по природе, то здесь, конечно, нужно заниматься с профессионалами, с людьми, которые занимаются дрессурой. А как же случаи, когда животные сбегают? Попав на улицы, они становятся опасными для общества. В приют не всех смогут забрать собак. Поэтому надо как-то решать вопросы. Ну, как за границей, определенный срок держат собак. Да, может быть, это гуманно, может, не гуманно. Но они усыпляют их там, как-то щадяще все это делают. На заседании общественной палаты Магадана о проблеме безнадзорных животных спикеры долго дискутировали. Однако сошлись в одном – владельцы питомцев должны следить за своими животными. Я поручил правовому управлению готовить законопроект Магаданской областной думы, где я выступил объектом затраты и инициативы по все-таки внесению ответственности в закон об отнестательной ответственности за ненадлежащее содержание домашних животных и выгол их в неположенных местах. Согласно статистике, менее трети травм наносят животные без владельцев. Поэтому были также рассмотрены инициативы по созданию базы данных домашних питомцев, а также введение занятий в образовательных учреждениях с целью донесения до юного поколения основных понятий взаимодействия с животными. В Госдуму поступило в первом чтении предложение к изменению закона. Это один из основных вопросов. Это вопрос о регистрации животных. В ходе заседания, в котором приняли участие более 45 общественников, обсудили строительство еще одного приюта для содержания животных. Кроме того, решили создать межведомственную комиссию с целью выработки предложений, которые будут основой для создания целого перечня законов. Направлены они будут на борьбу с бездомными животными и причинами их появления. Мнения на этот раз сошлись. Вопрос со страшными случаями укусов решили окончательно закрыть, используя комплекс мер. В областном центре пройдет конкурс «Меценат года» города Магадана по итогам 2020 года. На заседании Координационного совета общественных организаций обсудили цели, задачи и реализацию этого мероприятия. Как отмечают организаторы, проводят конкурс, чтобы популяризировать и развить благотворительную деятельность в столице Колымы. Кроме того, нужно поощрить магаданцев, которые занимались меценатством в прошлом году. Так кто же может принять участие в конкурсе? Участие в конкурсе могут принять юридические и физические лица, оказавшие в течение 2020 года благотворительную помощь некоммерческим организациям, реализующие общественные значные проекты программы, а также лица, оказавшие поддержку социально незащищенным категориям населения и принявшие участие в решении экономических, экологических и других социально значных проблем города. На конкурсной комиссии в качестве инструментов финансирования рассматриваются благотворительные износы или иные отчисления, партнерское или полное финансирование проектов социального характера, безвозмездное выполнение работ, предоставление услуг, а также предоставление собственных ресурсов на бесплатное пользование. Это арктехника, эфирное время, помещение, транспорт. Заявки на участие в конкурсе принимают с 1 марта по 24 мая 2021 года в Управлении по делам молодежи и связям с общественностью мэрии Магадана, а также на адрес электронной почты osa49sobako.yandex.ru. Рассмотрят заявки члены конкурсной комиссии в течение 10 дней с момента окончания приема. Ученикам английской гимназии рассказали об истории формирования на калме милиции, ОМОНа, ГАИ и других ведомств. Экскурсию провели по внештатному музею УМВД России по Магаданской области. Также ребятам рассказали о военных, которые погибли в бою, сражаясь за родину. Одним из таких был майор милиции Вадим Череп. Учился он в английской гимназии, служил во внутренних войсках с 93-го года в СОБРе. 28 января 2000 года в Грозном во время проведения спецоперации Вадим Череп получил огнестрельное ранение. После того, как школьники узнали об истории жизни майора, они решили увековечить его память. Хотим установить мемориальную доску на здании гимназии. В дальнейшем хотим создать своего рода книгу памяти. Не только, наверное, выпускников гимназии английской, но и еще тех наших земляков. Тех, кто служил, служит на благо нашего спокойствия. Ученики гимназии совместно со своим классным руководителем готовят проект для конкурса «Я гражданин России». По итогам проекта они планируют сделать день памяти Вадиму Черепу. 11 апреля этого года скорректировали правила использования материнского капитала. Коснулись изменения тех женщин, которые хотят использовать средства в качестве своей накопительной пенсии. Теперь, если женщина передумала направлять маткапитал на формирование накопительной пенсии и отозвала заявление, у нее есть 6 месяцев на выбор других направлений. Если решение женщина так и не примет, срок можно продлить еще на 6 месяцев, снова написав заявление. На Колыме случаев отказа от накопительной пенсии не было. Материнским капиталом можно распорядиться по следующим направлениям. Улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы, оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты. В Магаданском музыкальном и драматическом театре стартовала продажа билетов на гастрольные спектакли Московского областного государственного театра юного зрителя. Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности в рамках программы «Большие гастроли» привозит в мае в наш город замечательный коллектив. Это Московский областной театр юного зрителя под руководством Нонны Гришаевой. Они привезут три спектакля, которые будут показаны 14, 15 и 16 мая. Стоимость билетов 1000 рублей при групповых заявках скидка 20%. Я еще раз приглашаю всех не пропустить эти замечательные гастроли, потому что театры подобного уровня нечасто приезжают к нам в Магадан. 15 мая в 12 и 16 часов Тюз Нонны Гришаевой представит спектакль «Каникулы Бонифация», а 16 мая в 12 и 16 часов покажет «Путешествие в счастье». Наполняемость зала 50%. Количество билетов ограничено. Рядом с другом мерным планом Жил-был Лев и звали его Бонифация. И вот однажды Бонифаций получил завалочное письмо. Дорогой лев Бонифаций, приезжай к нам на гастроли в Магадан, твои зрители 14, 15 и 16 мая На сцене Магаданского драматического театра мы покажем наши спектакли Запретный плод, каникулы Бонифаций и путешествия в счастье Мы ждем вас на наших спектаклях и надеемся, что залы будут полные Редактор субтитров А.Семкин